Привет, друзья! Я вам сегодня хочу немножко рассказать историю этой картины. Ну, интересно, да? Вот там определяли мне в комментах в предыдущей версии этой картины, которую я сейчас дописываю, уже почти дописал, что это малышка или малыш. Ну, посмотрите, какое чудо! А я хочу рассказать о том, что такое сила духа и что такое психологическая установка. И почему один человек после кризиса быстро в себя восстанавливается, другой продолжает болеть. И почему такой пример интересный я приводил, когда ты холодный душ ледяной вдруг принимаешь, думаешь, что ты заболеешь, заболеешь, а если ты думаешь, что ты закаливаешься, ты закаливаешься. Психологическая установка. Так вот, сейчас в историю этой картины вписалась ситуация погоды в Москве. Погода упала тем образом, что туман. И смотрю в интернете, все переписываются. Из разных городов тоже там опытом делятся. И в Москве, из разных частей Москвы пишут, что-то то ли гарри, то ли газом каким-то, привкус какой-то, этот туман необычный какой-то. Может быть, это... Ну, вот это то, что говорят, распыляют. Вот. А я астматик. Вы представляете, какой стресс? Такой стресс. Просто думаю, ну, а мне же сегодня с Сулейманом, с нашим каналом «Право ТВ» записывать 9 часов ролик. А у меня сейчас такое настроение. Думаю, как же теперь дышать-то? И тут я вспоминаю, что у меня же был такой случай, когда это было очень давно, еще я был у себя в центре на Таганке, тоже пожары были какие-то, тоже угарный такой туман стоял. Я тоже тогда нервничал. А потом я думаю, ну, потом же все прошло. Да, вот интересно. Каждый человек может вспомнить ситуацию, когда он был в стрессе, думал, что уже все, конец. А потом может вспомнить, что потом было все нормально, и он смеялся. И вот есть люди, которые переживают стресс, как вот этот ледяной душ. Думают, заболеют, а другой думает, решу какую-то задачу потом, нерешаемую. Ну, а у меня это картина. Ну, мне ее надо было дописывать. Ну, вот посмотрите. И я... Вот здесь было все коричневое уже в прошлый раз, а сейчас я опять голубое сделал. Ну, короче, я ищу цвет. Я после этого стресса думаю, вдруг я вот... Ну, вдруг я могу спать, и не встану, потому что там, может быть, опыляют там или еще чего-то. Кажется, накручивается. Я же тоже эмоциональный человек, живой. Так вот же в чем дело. Что такое сила духа, как я сказал? Сила духа – это что бы ни случилось, вопреки всем обстоятельствам. Иметь позитивную установку на стресс. На стресс. Чем больше стресса, тем больше сил. Потому что и в жизни очень многие люди, вот посмотрите, кто-то в каком-то кризисе, в какой-то трагедии, он потом выходит больным, а другой – героем. И на войне так поступают. Кто больным оттуда выходит? Ну, который склонен к тому, чтобы помнить или не помнить вот этого позитивного отношения к жизни. Потому что мы используем вот эту разгрузку и перезагрузку, а скоро мы еще раз это будем делать. Вот у нас будет бесплатный любез, через день-два я сделаю объявление, а пока, значит, у нас будет с Люцией Усмановой встречи в эфире. Вы посмотрите, интересно, там про финансы и про, ну, как род влияет на принятие решений в финансовых вопросах. Она мне такую тему предлагает. Я с удовольствием согласился поговорить. Ой, о чем вы посмотрите. Следующий ролик будет об этом. И с правом ТВ будет ролик с моим другом Сулейманом, где я веду рубрику «Медицина и право». И там мы будем говорить, как же быть в этих условиях сегодняшних. Нужно там обязательно штраф платить, если носишь это или не носишь это. У меня такая путаница в голове. Я в этих вещах не разбираюсь, и он разбирается. И мы все посмотрите, и будете тоже разбираться. Так вот, есть люди, которые в стрессовой ситуации забывают, что оказывается, энергию стресса, энергию пика напряжения можно перенаправить на решение нерешаемых задач. У меня в качестве этой задачи была картина. у другого человека там может быть завтра выступление, надо подготовить доклад, и он над этим думает, мучается и не знает, как подготовить. И вот стресс, погода плохая, и он не знает, это там вот эти штучки, или это просто туман. И у него стресс. А каждый раз, когда возникает стресс, человек забывает, что он может перенаправить эту энергию стресса на решение нерешаемых вопросов. Берете какой-то вопрос, который не решался, как я эту картину, которую искал, как же лучше сделать. Да, я вот ее взял и сделал. А переживал. Переживал, думал, все, со мной ничего не смогу. Вот если дыхание, а там же все переписываются, я в интернете смотрю, друг с другом делятся, там, что непонятный, туман такой, наверное, нас там подтравляют, ну, разве там пишут. Я думаю, наверное, паника поднимается. Поэтому и для всех говорю, что бы ни случилось, в жизни. Сила Духа это способность сохранять ясность ума и уверенность в решении любых проблем. И тогда вы любую ситуацию, любую, без выходных задач нет, любую ситуацию вы можете лучше решить, в том числе, как и я. Вместо того, чтобы хуже себя чувствовать, чувствую себя лучше. после этого стресса. Потому что, еще раз повторю, что такое психологическая установка, это предварительное распределение психической энергии на предполагаемую реакцию. А вы посмотрите в Википедии другие определения. Но моя тоже хорошая, очень. До встречи, друзья. Итак, силы Духа вам, друзья, способность сохранять в памяти всегда, вспоминая всегда, что у вас сто раз были какие-то неприятности, а потом вы улыбались. До встречи.